Почему в России позднее лето называют бабьем, расскажет кандидат филологических наук, доцент факультета народного художественного творчества Южноуральского педуниверситета Лариса Аванесян. Доброе утро. Владимир Геннадьевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну, расскажите, почему же бабья? Всех приветствую, зрители, и поздравляю еще с новолетием. Это очень важное событие. В 1699 году Петр Петр его отменил и перенес в Новый год, как вы знаете, сейчас на 1 января. И сейчас, именно с сегодняшнего дня, наступил бы, если считать по прежнему календарю, а прежний календарь это сотворение мира, отсчет идет, сейчас бы наступил 7525 год. 26-й. А, 26-й. Да, с чем я вас и поздравляю. Сегодня Семенов день, сегодня новолетие, и, естественно, все новогодние праздники, они обычными для нас уже сопровождаются ритуалами, и самый главный ритуал – это смена огня. Солнечный новый круг. Это все очень интересно. Ответьте нам на вопрос, который мучает сегодня тысячи и тысячи наших зрителей. Почему бабье лето? Так вот, бабье лето имеет множество исходных причин по своему названию. Говорят в народе, что это последние дни, когда бабка может старой женщиной погреть свои косточки. В это время еще приглашали знахарей, а мы с вами заботимся о своем здоровье, делаем прививки. Да? Почти одинаковые события. А почему так происходит? Потому что летом молодежь гуляет, а как раз-таки старшее поколение работает на даче, или почему? На износ, да. И поэтому у них есть время погулять. К сожалению, очень короткий период жизни человека, и мы должны заботиться о нем более пристально, конечно, во время бабушкиного лета. Так называли, кстати, Германию, бабушки на лето. И у нас бабы на лето. Но баба, это само слово, оно означало богиня дома, богиня, содержательницы вот этого мира и очага домашнего. И, кстати, обычаи, вот вы упомянули о том, что это обычаи совершать миры. Так вот, обычаи совершать миры между мужем и женой. И говорят, в это время, если вы помиритесь, в Семенов день, бабье лето, то ваш медовый месяц продолжится очень долго. Начнется и продолжится опять. Так, значит, надо срочно поругаться. Да, сначала поругаться, а потом помириться. Хорошо, есть еще одно важное событие. В это время справляли новоселье. Именно на Семенов день. И новоселье справляли не просто так, а, например, с выносом торжественным горшка с углем из печи в печь. Именно там, говорили, живет домовой. А, из старого дома. Да, 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 совершенно верно. И первый, кто был в гостях, это сваты, кумовья, теща, зять. Они приносили самые лучшие подарки, запомните это. Это не просто так, какие-то, может быть, сервизы или сувениры. Это конь, это бараны, это все, что нужно, самое серьезное в хозяйстве, корова. Вот такое было новоселье очень серьезное. Именно в Семенов день. Так вот, по Бабьему лету. Значит, баба греет косточки, баба приглашает знахарей и подкрепляет свое здоровье. Вот. Но был еще очень серьезный повод по названию Бабьего лета. Это день, в рамках Бабьего лета был день, женский день, международный женский день. Этот день справлялся и в церковном календаре, и в народном календаре 21 сентября. Это день рожаницы, день плодоношения, свойства женщины приносить плод. Вот это свойство и праздновалось, начиная с Семенного дня, и есть такое слово осенины. Так что мы в самом пике или в самом центре событий годовых. И Новый год, и Бабье лето. Слава всем женщинам, что они продолжают рожать. Вот вы очень хорошо рассказываете, прям потрясающее знание. Но вот современные женщины, мамы, бабушки, они все равно продвинуты, интернет. А где-то можно вашим знаниям научиться? Где-то вот сейчас старинным приметам обучают? Безусловно, это загадки, которые собираются вот нами уже в течение 25 лет и более даже. А нами это я и мои студенты Челябинского педагогического университета, факультета народного художественного творчества, где мы раскрываем эти знания, эти загадки. И, конечно, наше самое главное, отдать эти знания нашему новому поколению, чтобы они могли применить их. Разве мир сотворить? Это не праздник? Конечно, праздник. Всегда с улыбкой. Поэтому это время улыбки. Хоть и говорят, что Бабье лето, есть такая поговорка, что днем погоже, а утром не гоже. Да. Вот вам свидетельство Бабье лето, но все равно последние лучи солнца. Кстати, еще большой праздник церковный в это время, 21 сентября, что говорит о женском поклонении женщине. Сегодня, в общем, все, именно Бабье лето, это все говорит о женском, правильно? Спасибо вам огромное, Лариса Геннадьевна. Почему? Потому что мы любим женщин, и все для женщин. Лариса Геннадьевна, спасибо вам огромное за такую очень увлекательную беседу. У нас в гостях был кандидат филологических наук, доцент факультета народного художественного творчества Южноуральского педуниверситета Лариса Аванесян. И мне кажется, вы еще не раз придете в нашу студию, потому что, я так понимаю, кладезь знаний у вас просто потрясающий. Надеюсь, будем встречаться. Спасибо вам огромное.